7 сентября Оренбургский государственный университет принимал участников форума Евразия. Гостей встретили флаги более чем полусотни стран, которые они представляют. На территории площадью около 10 тысяч квадратных метров вырос молодежный наукоград. Среди первых гостей губернатор Оренбургской области Юрий Берг, директор форума Алексей Любцов и герой России космонавт Роман Романенко. Символично, что наш форум открывается в Наукограде. Наукограде на базе крупнейшего университета Южного Урала, Оренбургском государственном университете. Здорово, что здесь сегодня мы увидим десятки и сотни новых проектов, которые объединяли и объединяют наши страны и наши континенты. Я очень надеюсь, что та работа, которая будет выстроена в течение нескольких дней, даст хорошие плодотворные результаты. И площадка форума Евразия на территории Оренбургской земли станет как постоянно действующая, интересная и постоянно рождающая новые, хорошие форматы и идеи. Сегодня открытие Наукограда есть не что иное, как закладка нового фундамента. Фундамента Международного Молодежного Образовательного Форума. Это новая страница в молодежном научном движении не только евразиатского континента, но и во всем мире. Высокие гости оставили свои автографы в книге почетных гостей и прошли по улицам Наукограда, начиная с университетской, где расположились экспозиции вузов России, Японии, Германии и Финляндии. На 10 других улицах они познакомились с некоторыми из 200 проектов молодых ученых Оренбургского госуниверситета. Бетона один немодифицированный, он впитывает воду, второй модифицированный. Все изготовлено на местном сырье, но в модифицированном применены также наши отечественные разработки. Молодежь всегда обязательно найдет, как объясниться, как понять друг друга, особенно вот с этими интересными проектами, которые сегодня здесь выстроены. Там действительно очень много интересного, и я обязательно потом их вообще, в том числе, и, конечно, что хорошо, и в наших проектах очень много хороших, интересных, необычных. Представьте, 64 страны, 800 участников. Оренбург становится какой площадкой? Евразийской. И когда мы обсуждали это с Владимиром Владимировичем, он это поддержал, и я вам это все рассказывал, все вот о чем-то говорили, все вот оно уже есть. В этот день в Наукоград приехали несколько сотен человек из многих стран Евразийского континента. Их неподдельный интерес вызвало молочное шампанское и хлебные палочки, приготовленные с помощью экструдера, установка для получения биодизельного топлива из растительных масел и действующая модель гибкой производственной системы механической обработки, а также многие-многие другие проекты. И это очень здорово, что у нас есть такая возможность походить, посмотреть, поговорить с людьми, которые непосредственно делают эти проекты, горят этим делом и готовы поделиться с тобой своими знаниями и опытом. Ну и с целью, целей моего визита сюда является поиск партнеров для дальнейшего международного сотрудничества и межуниверситетского сотрудничества в России, в том числе с Оренбургским государственным университетом. И вот сегодня мы уже встретились с руководством факультета филологии и журналистики и договорились о заключении договора по направлению рекламы и связи с общественностью. Для нас это очень перспективно, сегодня сетевое взаимодействие между университетами поддерживается на всех уровнях, и мы заинтересованы развивать сотрудничество в этом направлении. Это очень интересное событие, оно не в Японии происходит, мы первый раз в России. Да, я хочу сделать больше друзей, другого страна. Мы познакомились со многими студентами, у нас появилось много друзей с разных стран. Еще одним ярким событием стала битва ученых в формате стендап «Сайенс Лэм». Мы приехали вчера, так неожиданно как-то, и на самом деле удивились, очень погода замечательная, люди замечательные, университет красный. Но, в общем, мы мало того, что мы, мягко скажем, удивлены, и удивлены очень приятно. Оренбург – зачетный город, всем рекомендую. Во второй половине дня Наукоград посетили главный федеральный инспектор по Оренбургской области Сергей Гаврилин и помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Владимир Полчин. Я сейчас подходила к нашим ученым молодым, спрашивала, как результаты представления их научных проектов, и ими заинтересовались гости из разнообразных стран. Например, по поводу установки по производству биотоплива заинтересовались гости из Сербии, просила объяснить, каким образом выполнялись расчеты экономической эффективности, и выразила желание поддерживать дальнейшие связи также из Казахстана, из наших российских городов. Очень многие гости интересуются нашими проектами. Данное мероприятие проводится впервые не только в истории университета, но и в области, и в целом, не побоюсь этого слова, мире, потому что нигде Молодежный Наукоград еще не проводился в таком формате, в каком он проводился у нас. Продолжение следует...